Спасибо, спасибо. Я всегда говорю, как хорошо услышать такие приятные вещи, когда ты еще живешь, да? Жизнь так, все нормально, все классно. Спасибо, это весь наш общий, так сказать, системный труд. И где-то оставила, люди, я сломаюсь. Нашла? Нашла. Все, все, пожалуйста. Ты у меня могла оставить. Вот все, она уже нашла. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Я всех вас приветствую, говорю всем здравствуйте. И испытываю всегда волнение, особенно, когда приходят новые люди. Особенно радостно, когда приходят уже, как бы, не старички, но добрые-добрые друзья, с которыми столько времени мы уже вместе. И, как Людмила Викторовна сказала, в этом, наверное, и есть часть человеческая, когда ты смотришь, как говорят, что такое любовь между двумя людьми. И это тогда, когда смотришь не на друг друга, а смотришь в другую сторону. Вот когда мы смотрим в одну сторону и понимаем, что за нашими действиями, за нашими вот этими... Как будто, говорит, ты набираешь силы, почему так вот происходит. Действительно, от того, что... Это все, что мы делаем, мы делаем это с любовью. Получая удовольствие от деятельности... Вы знаете, это очень дорогой суд. Я нисколько не жалею, что стала врачом, я нисколько не жалею, что за плечами очень большой, очень большой действительно труд, потому что мой такой типаж, я никогда не соглашалась с навязанными правилами. Для меня все, что начиналось загоняться в какие-то рамки, я всегда бунтовала, я всегда в протесте, и мне всегда хотелось, ну, выйти из рамков государственной службы, медицинская служба, это с родни военным вообще, в принципе, позициям, потому что, да, тебе просто-напросто приказывают, особенно сейчас, в сегодняшнем мире. Просто шаг слева, шаг правил, что называется, расстрел. И вы знаете, но тем не менее, это, наверное, все-таки закаляет человека, дает ему возможность понять, что он сам по себе несет выбор за то, что, в принципе, выбирает. Информацию, которую вы получаете отовсюду, отовсюду, информация просто, мы сейчас живем в инфрационном пространстве, вы получаете информацию. Этап, который проходит, вам нужно сделать выбор, вам нужно сделать выбор. Причем вот выбор, все, наверное, проходили тот период, когда приходил в магазин, да еще если как по блату тогда, да, доставался тебе там какой-то тюбик пасты, какой-нибудь там килограмм какого-нибудь экзотического продукта, и уже там даже не анализируешь. Сегодня для вас выбор, прийти и сделать выбор, а что же делать, зачем пойти. Сегодня выбор, громадный выбор компаний, которые хотят как-то вот в этой части двигаться, потому что все мы находимся с вами вот с данной темой, особенно с нашей темой. Здоровье это самый главный предмет из wellness индустрии. Wellness индустрия переводится как удовольствие. Ничего дороже нет здоровья, все остальное обесценивается, здравствуй, правда. Все остальное обесценивается, потому что если вы не здоровы, и сейчас продвинутая, в принципе продвинутая, сегодня богатые люди мира скупают сетевые компании, которые продвигают тему wellness индустрии. Посмотрите, насколько сегодня туристический бизнес, насколько сегодня машины, насколько сегодня курортный бизнес, спортивные оборудования. Посмотрите, какое количество сегодня людей тратят на тренажерные залы. Тут вот смотрю, да, тату-студия и разрисовки, и все на свете. То есть мы все во все, то есть народ получает удовольствие. Но мы с вами впереди планеты всей, потому что здоровье это самый главный предмет, самое главное удовольствие. Все по остаточному принципу. Но культура наших россиян, она действительно желает лучшего, желает лучшего, потому что в этом своего рода политика. У нас, так сказать, у россиян одна тактика. Нас может единственное, что подстегнуть, это петух, который прилетит, начнет куда-то клевать, но бывает. Поздно. Стимулов найти, мы можем с вами тревожиться и можем испытывать тревогу. Тревожность и тревога это разные, по сути, состояния. Тревожиться можем обо всем. А тревога заставляет нас уже действовать, но, как правило, бывает уже поздно. Бывает поздно. Так вот, выбор ваш будет, как раз вам нужно принять, а что же взять? Потому что за выбором сразу следует ответственность. Ответственность. А за ответственностью следует действие. А что же вы будете делать? И как только будут действия, то получится результат. Получив результат, вы, слово вынуждены, будете получать информацию и по ходу действия. Вот это спираль успеха. Потому что если вы сделаете неправильный выбор, выбор сделаете, а не понесете ответственность, все вместе сложили, делать ничего не хотите. Делать ничего не хотите. Мне пришлось повторить вчерашнюю школу сегодня, рассказать. Я испытываю удовольствие, даже не коммерческого плана, понимаете, что я никакого отношения не имею. Но когда после моих вот этих вещаний там выстраивается очередь, и народ идет с люцерной, с гинкобеловой, с лецитином, значит, понимаю, что народ ответственный, и он начинает принимать действия. Потому что результат, поймите, поверьте, никогда бы в жизни мы с профессорами не оставили свои абсолютно честно заработанные, заслуженные места, работая преподавателями в институте усовершенствования врачей по 10 лет. И вдруг бы мы куда-то отправились, если бы никуда. Ну, отправились никуда, и что? Ну, во-первых, взрослые мальчики и девочки. Все абсолютно взрослые. Но чтобы довериться вот абсолютно так, действительно, мы получили результат. Вам этого не надо делать, вы пришли уже на хорошую, засеянную, удобренную почву. Как у меня дистрибьюторы в организации говорят, проверено, нет, зачем нам еще проверять? Ну, так человек устроен. А вдруг у вас по-другому? Меня очень часто спрашивают, да что ты говоришь врачам? Я говорю, поверите, врачи, как все нормальные люди, писью это как-то. К врачу нужно обращаться как к человеку. Как к любому, все мы одинаково устроены. И все, что одинаково устроено, никак человек не изменился за миллионы лет. Он как имел вот это все строение, всю физиологию, она до сих пор такая же, никуда она не делается. Очень многие новички говорят, а почему всем все одинаково? Да не поверите, фенициллин всем одинаково, нож по всем одинаково. Анальгин всем одинаковый. Вы какой индивидуальности ждете? Всем абсолютно одинаково вода, всем абсолютно одинаково соль, сахар. И это всем все одинаково. Поэтому получая информацию вот от таких школ, от таких общений, вам представляется вот эта картинка. Вы можете ничего не делать. Вы можете не делать выбор. Но поверьте, вас все равно жизнь заставит, если вы сегодня не будете инвестировать в свое здоровье, по разным причинам, вы будете выполнять всякие оправдашки себе. Жизнь вас заставит, инвестировать в здоровье не будете. Вы отдадите средства свои, которые вам кажутся. Я всегда пенсионерам говорю, гробовые достаньте свои. Гробовые. Потому что на черный день на смерть складывают. Я говорю, у нас никто еще на земельке сверху не лежит. Всех даже бомжей хоронят. Ты о чем собрался? У нас был такой прикол в городе. Значит, бабушка копила, 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 денежки там, выиграла лотерейку. Лотерейку выиграла, а там оказался мотоцикл. Ну и зачем мотоцикл? Она попросила деньгами, ей отдали деньгами. Но она порешала, вот как она будет в гробу лежать, красиво или нет. Все, гроб заказала, одежду заказала, заказала фотографа. Легла наряженная в гроб, соседку посадила. Ну а парень молодой заходит, ну заказали, да? Бабушка в гробу лежит. Он начинает это фотоаппарат и всю камеру настраивать. Она вдруг из гроба говорит, как я движусь, нормальный видит? Парень как ломанулся с этим, только через пороги, короче, разбил всю свою аппаратуру, ребра переломал. И присудил суд выплатить больничную лесть, а восстановить всю пакученную. И если деньги от выигрыша, бабушка, хоба, через суд, мальчику отдала. Ну порезвиться, как ее искать, а? Не, я не помню, ладно же, она же посмотрела, что у гробов нахорошо. Поэтому гробовые достаньте и начните хоть что-то делать, потому что действительно от этого становится жизнь ваша краша. Поэтому вот эту запомните, информацию-то получаете. Ну что вы же будете выбирать, какую ответ, а самое главное, что делаю? Они что не делают? А, господи, тут по ушам проехали, хотят выбрать. Ничего мне от вас не надо. У меня просто, внутри мое собственное мутреннее состояние, ну я истинная христианка и говорю, заповедь одну не укради. Если вы это знаете, если вы это знаете, почему вы молчите? Вы промолчите, чей-то ребенок не родится, чей-то не проживет родитель дольше. Пока вы уговариваете, тащите корову на баню. Не надо ее тащить. Знаете, что вам в устах. Ну вот вишнить уже надо точно. И так понятно, да? Ну это была театральная пауза, потому что народ еще подтягивается, 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 но мы уважаем всех, тех, кто приходит вовремя. Любимые слова нашего президента, нужно уважать тех, кто приходит вовремя. А мы обычно еще, еще люди подтягиваем. Все остальные говорят, а мы не люди, сидим и ждем, когда люди придут. Итак, сегодняшняя обещанная тема. Я знаю, что здесь есть люди, которые ее слышали у нас в городе Омске. Но в Омске мы были ограничены несколького времени. И здесь я могу помнить еще применить некоторые вставки. И вы знаете, ну как показывает практика, можно слушать 10 раз и слышишь, как нелюбимый фильм. Смотришь, и вдруг еще что-то, и вдруг еще что-то. Значит, я хочу вам напомнить о том, что наш пищеварительный колонид-двеев, пищеварительный конвейер, это то, что попадает в рот, и вы кончились в прямую пешку. Он имеет свои неугаснительные законы работы. И все, чтобы мы с вами не положили в полость рта, пища, то есть это вот, назовем одним словом, это кормовая база, кормовая база. Она для нашего организма вся чужая. Вся чужая, никого не слушайте. Что белки надо сырые пить. Здесь я хочу сказать очень одну полезную для вас вещь. Вообще, пища считается полезной та, которая... Подскажите мне, какая она должна быть? Живая. Ох, какая вкусная, полезная курица. Живая бегает, ага. Рыбу поймали, ага, живая. Ну-ка, сами себе не убрите. Какая должна быть? Удовольте себе. Вкусная. Вкусная, потому что, смотрите, язычок, язычок, он имеет рецепторы. И если на язычок попадает невкусная, что поступает в центральную нервную систему наш головной мозг? Гадость. Вкусно. А центральная нервная система... Только проверь, чтобы стиралась. А центральная нервная система посылает сигнал моментально. То есть вот попал только, если это действительно с правилом кушать продукт, то вам на языке сразу сигнал, что вот только до живутца попала пища, он его сразу выплёвывает. Сразу срыгнул ребёночек, что мы сегодня с вами разбирали. Вырвало его, потому что всё сработало. Всё сработало. И вкусная пища, вкусная пища, но всё это формируется благодаря обществу, благодаря семье, благодаря окружению, национальным традициям, прививается. Если попасть в казахскую семью, в финскую семью, ну, такие национальности, в любуюсь, вот особенно вот этих кочевников народа, когда они пытаются меня угостить своим сырчиком или там вот этими кишками, салом, у меня всегда мурашки по коже, они, дергом у них так называется. Я как это всё представляю, у меня шок. Володя, когда видит этот шок, он разными способами отвлекает от меня, потому что глаз, мы приехали на одну, большой праздник в Казахстан, и они вдруг несут голову барана и достают глаз, и мне пытаются дать, как большому гостю. Я думаю, ну, что я сейчас в обморок упаду. А для них это они, они себе не дали, они себя обделили, но я такой большой гость из Сибири приехала, мне надо глазом баранить, да гость будет цариться небесно, не надо мне глаз, глазёв баранить. Потому что это окружение, это с детства привитые ритуальные вещи, и мы формируемся на этих вещах. Мы формируемся на этих вещах. Но мы формируемся обязательно через центральную нервную систему. У нас центральная нервная система контролёров. Но мы же не кожем, мы мозгом, и не глазами, и не ушами мы едим, да? Вот сколько вы рассказываете, сегодня вы узнаете мужчины, сколько вам бы не рассказывали женщины про сало, вы его никогда не отойдите. Хохлу скажите, что это вообще гадость. Всё, может больше в хохляне не приезжайте. Мы формируемся через пищевые вот эти вещи, через язычок, через центральную нервную систему. И вот эта благость, она может быть извращенная. Вы сейчас поймёте, где она извращается, и почему она извращается. Вы поймёте подоплёку физиологии, почему это происходит. Потому что по большому счёту вам домашнее задание на все оставшиеся годы. Свой язычок обучать. Вот сколько будете жить, хоть 100, 190, 80 лет. Обучайте, вы сейчас получаете свой пищевой новый опыт. Научите себя пробовать, вот как в раннем детстве. Только ограничений было много, вы сейчас уже взрослые люди, вы научитесь, по крайней мере, в этой сегодняшней теме, с чему же вам обучаться надо. Потому что какая бы пища ни попала у нас, я ещё раз говорю, она чужая, и она сразу начинает расщепляться на маленькие кирпичики, на маленькие кирпичики. Расщепляться под действием число, под действием ферментов. И пока она расщепляется, здесь сразу стоит на контроле иммунная система. Иммунная система, она проверяет свой, не свой, свой, не свой, свой, чужой, свой, чужой. И если эта система говорит, что чужой, она дальше её не пропускает. Она уже на уровне желудка или толстой, желудок выплюнул. Если вы желудок обманули и дали, он дальше пошёл, то из кишечника тонкого она понесётся. Понесётся через кожу, через лёгкие, и вам будет, говорит, вы пищевая аллергия у вас, вы не переносите. Вот этот, бромелайн, да, ананасы. Ферментов у неё нет. Откуда она столько ананасов ела? Чтобы у неё была аллергия на ананасы в Сибири. Я тащусь. Ферменты они расщепили на кирпичики и должны дальше условия транспорта донести, донести вместо синтеза, где из кирпичиков будет синтезироваться своё, даваться клетки. Вот это универсальная модель работы пищевого конвейера. То есть всё, что в рот вошло, оно всё чужое. Оно должно расщепиться, оно должно доставиться. Кирпичи сделали, нужны хорошие транспортные средства. Сейчас кто ездит по вот этим федеральным трассам, видите, что команды практически не ходят. Ходят в Вольво, ходят там нормальные, хорошие импортные машины, потому что дальнобойщики, они тоже люди. Им нужны условия работы хорошие. И качество. Нет уже сейчас этих машин, чтобы летел уголь, летел там всё. Всё закрыто, всё заупаковано. Транспортная система. В теме белка мы это всё разбираем. Не будет транспорта, не донесётся кирпичи до нужного места. Потеряются кирпичи, а вывести их можно разным способом. Поэтому мы здесь с вами тоже впереди планеты всей. Потому что мы на этом пищеварительном конвейере расставляем кордоны. Правда? Мы умудряемся с вами обеспечить ферментами. Мы с вами обеспечиваем абсолютно правильной информацией, что нужны белки. И сейчас мы с вами поговорим о жирах. Поговорим о жирах. Потому что на первом месте стоят белки. Ну как бы народ меня так запросил. Запросил, понравилась тема, хотя не слышали тему белков. Ну ладно, как же сказать. За ваши заявки сегодня буду здесь петь по жирах. На самом деле, на самом деле, в пищевой цепочке на первом месте потребности стоят белки. Потом стоят жиры. И только на третьем месте стоят углеводы. Но вы не верьте, когда вам сейчас рисуют пирамиду пищевой потребности, это специальный институт питания выдумал, специально всё извратили, что вы должны день начинать с углеводов. С картошки, с лапши. Специальная политика сделать из вас углеводных зомби. Углеводные мозги, углеводные мозги без претензий. Углеводным мозгам много не надо. Углеводные мозги не способны создать, не способны созидать. Углеводные мозги, ну самое главное, утробу набить побольше. Ну тазик пельмени с кусочкой булки хлеба, картошка, пожаренная картошка, с куском зелёд, вот всё нормально. Углеводные мозги. Они капризные, их очень быстро удовлетворить. Попробую удовлетворить на хорошей кормовой базе с белками и жирами. Но ещё по белкам мы где-то с вами выходим, по жирам вы сегодня поймёте, где мы опять с нашей компанией, в каком месте. Казар послушал и сказал, да, это вообще информация для секрета. Сегодня с Альбиной разговаривали, и она зарисовку мне тоже срывала. Сейчас только молчи, чтобы все народы догадались. Да, потом я про тебя скажу, красавицу. Спасибо.